О том, что в возрасте пяти месяцев Марк Волоснов перенес сложнейшую операцию, на сердце теперь почти ничего не напоминает. Даже шрамов не осталось. Мама мальчика уверенно говорит, ребенок здоров, может бегать и прыгать без ограничений. А ведь родился он с обширными пороками сердца, которые были осложнены редчайшей патологией – транспозицией внутренних органов. Печень расположена посередине, селезенки вообще нет, а желудок справа. Операцию на сердце делали в Германии. Длилась она восемь часов. Знаете, когда ты сидишь, минуты бесконечности на тот момент кажутся, просто бесконечно. Переживаешь, молишься, плачешь. Очень волнительно. Я была уверена. Я изначально ехала с надеждой, что все пройдет замечательно. Вера матери, она самая главная должна быть с человеком каждым. Что вера, что будет ребенком все хорошо. За здоровье своего ребенка мама Марка благодарит неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв и помогли собрать сумму, необходимую для оплаты операции. Три с половиной миллиона рублей. Для семьи Волосновых сумма неподъемная. А ждать долго было нельзя. Тогда Елена Волоснова решила принять участие в телевизионном проекте, который проводил «Пятый канал». Вспоминают, как счастливы были, когда узнали, что им помогли. Сумма сбора у нас была закрыта уже в первый же день трансляции передачи этой. Это было просто удивительно. Когда позвонили, сказали, что все, можете собираться, все уже оплачено будет. И вперед за здоровым сердцем. Это чудо, это счастье. И слава Богу, что появился этот проект, которому многие мамы, не я одна, я думаю, уже можно сказать, тысячи благодарны, что не дают оказаться в этой сложной ситуации и справиться с одной просто нереально. Просто вот даже по деньгам. Ну, слава Богу, все так сложилось, что все. Мы попали туда. Мы попали в Германию. И на сегодняшний день. Вот так и сарок. Да, и на сегодняшний день, скажи, я здоровая, мальтийская, да? Мам! Да. Раньше мальчику нельзя было даже гулять на улице. Даже самая легкая инфекция грозила больному ребенку тяжелыми последствиями. Но сейчас он может ни в чем себе не отказывать. Нет! В детский сад он пока не ходит, но врачи уже не запрещают. В общем, эта история наглядно демонстрирует. Вот что значит спасти жизнь ребенку, который, если бы не помощь неравнодушных людей, сейчас не был бы так счастлив. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Наши новости.